Добро пожаловать на канал о криптовалютах Neolife. Всех приветствую, сегодня я хочу поговорить о новостях. Раздел, который касался фактического запрета на добычу криптовалют при помощи Proof of Work, исключен из проекта закона о рынках криптоактивов. Европейский Союз отказывается от планов ввести фактический запрет на майнинг биткоинов и связанную с ним деятельность, и была принята альтернативная поправка, добавляющая майнинг биткоинов в таксономию устойчивого финансирования Евросоюза. Это означает, что майнинг криптовалют по модели консенсуса Proof of Work больше не будет ограничен в Европейском Союзе. Кажется, разум и здравый смысл взяли вверх, и мы должны продолжать отставить принцип технологической нейтральности. Спасибо всем, кто пытается понять происходящую сейчас революцию, и Европа должна оставаться глобальной конкуренцией. Еще одна новость. Японским криптобиржам запретили обслужить фигурантов из санкционных списков. Правительство Японии усилит меры против перевода средств в нарушение санкций и поддерживает санкционные меры США и инициативу Большой Семерки G7. Также еще новость. В Госдуме допустили создание российских криптобирж для обхода санкций. У России есть все возможности для создания собственных криптовалютных бирж. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Якубовский, входящий в рабочую группу по регулированию криптовалют. И депутат отметил, что биржа Binance продолжает консультировать российских законодателей в разработке регулирования отрасли. Он убежден, что эффективно прописанное регулирование может открыть России доступ на финансовый рынок, а развитие цифровых активов минимизировать ущерб от санкций. Якубовский также заявил, что майнеры Российской Федерации не уйдут с рынка и добычу криптовалют необходимо закрепить как отдельный вид экономической деятельности. Нужно максимально упростить процесс регистрации, подачу отчетной документации, установить минимальную ставку налогообложения и упростить оплату налоговых сборов. Илон Маск, технический директор Тесла, говорит, я все еще владею своими биткоинами и не буду продавать их. Во время высокой инфляции лучше держать активы. И основатель Тесла призвал своих последователей приобретать активы помимо наличных денег. Когда инфляция становится безудержной, как правило, лучше владеть физическими вещами, такими как дом или акции компании, которые, по вашему мнению, производят хорошие продукты, чем держать доллары, когда инфляция высока. Также Майкл Сейлор, генеральный директор микростратегии, говорит, что потребительская инфляция в долларах США будет продолжаться почти до исторического максимума. А инфляция активов будет вдвое превышать темпы потребительской инфляции. И он считает, что более слабые валюты рухнут, объекты капитала из наличных и долговых обязательств и акций, дефицитное имущество, такое как биткоин, будет усиливаться. Инсайдер по XRP, Мистер Пул, выложил закодированный текст. В зарубежном твиттере пользователь Enigma ReadWar, расшифровывая, вышел на текст сообщения, который представляет собой комбинацию двух старых сообщений. От 31 октября 2019 года и 16 ноября 2019 года. Плюс там есть новые послания. И текст такой. Феникс восстанет, но только после того, как буря, шторм закончится. И вы не вспомните, как вы это сделали и как вам удалось пройти через нее. Вы даже не будьте уверенными, действительно ли буря закончилась. И одно можно сказать наверняка. Если вы выйдете из шторма, то вы уже не будете теми, кем вы были. Вот что такое этот шторм. Он приближается. Он здесь, он ревет. Но вы подготовились, не так ли? За одну ночь, в мгновение ока, все будет перевернуто с ног на голову. Банки небезопасны. США небезопасны. Евросоюз небезопасен. Будет глобальная дезинформация. Спасибо за внимание. Я надеюсь вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok